Скажите, пожалуйста, вот мы начали обсуждать санкции, потому что сейчас, вот сто дней этой войны, она идет по трем направлениям. Есть военный фронт, где воюет Украина и где ей помогает в том числе вооружением. Есть информационный фронт, такое соревнование, где есть российская пропаганда не только в России, но и в мире. И есть там попытки нас, каких-то независимых журналистов, как-то пытаться прорваться через вот эти монополистские заслоны. Есть третий фронт, это санкционное давление, как экономическое, так и персональное на конкретных людей. И вот сейчас Евросоюз ввел санкции против очень высокопоставленных людей, причем не просто формально, как это обычно бывает, а вот реально против окружения Путина и окружения близких, доверенных ему людей. На ваш взгляд, насколько это критично для нынешней элиты и насколько это чувствительно для них? Потому что Лиза Пескова, Татьяна Навка, Алина Кабаева, они очень не дураки съездить в Европу, как мы видели, по крайней мере, из их предыдущих действий. Как вам кажется, насколько этот шаг серьезен для российской элиты? Ну, вы два вопроса задали. Насколько критичен и насколько чувствителен? Пока не критичен, потому что критичность накапливается по мере вот этого прелонгированного действия, но чувствителен, потому что действительно люди привыкли получать европейские услуги, в том числе государственные, по импорт. Вот это важно. Они не заботятся о защите прав, собственности, недвижимости в России. Их как-то это не так волнует. Они предпочитают пользоваться устоявшимися институциями Запада. Там покупать, там проводить отпуск, там лечиться, пользоваться тамошней медициной, тамошней фармакологией, тамошними деньгами. Вот все то, что обеспечивается западными институциями, они себе берут по импорту. А в России они как бы на дне океана или на другой стороне Луны работают в безвоздушном пространстве, где никаких государственных гарантий, кроме как лично от Путина и от всей этой системы. Для них нет. Соответственно, это безвоздушное пространство. Но можно нырнуть, там кайлом добыть какой-то кусок золотой руды, например, вынырнуть с этим куском и потом расслабиться немножко где-нибудь в Италии или в Германии или во Франции. Это жизнь уже сложившаяся. И особенно она типична для прекрасного пола. Ну, мужики, они больше приучены работать, поэтому они большую часть времени проводят в безвоздушном пространстве, в скафандре. То есть, девушки любят ходить по магазинам, расслабиться на Лазурном берегу, ну и так далее. Они такие породистые, все холеные. И когда вдруг им по каким-то причинам не удается приехать в привычный дом на Лазурном берегу, для них это, конечно, шок. Поэтому это чувствительно. Но это не критично, потому что мужественный супруг говорит, трудные времена попали под раздачу, под колесо истории, надо сплотиться, надо защититься вокруг Владимира Владимировича Путина, его поддержать, потому что иначе мы потеряем все. Вместе с Путиным мы потеряем все, включая вот эту самую недвижимость, потому что у нас ее отберут. Потому что мы будем слабые, беззащитные, и нас сразу казнят тамошние лицемерные фашисты, которые населяют Италию, Германию, Украину, Соединенные Штаты, само собой. Весь мир. Так что, отвечая на ваш вопрос, чувствуется, к переменам не приведет. Во всяком случае, в ближайшем будущем. Вот здесь я бы хотел остановиться. Ну, во-первых, мы, конечно, осуждаем такие ужасные патриархальные порядки внутри политической элиты России, по крайней мере, как они себя называют. А во-вторых, тут вот про изменения хочется узнать. Вы знаете, 100 дней войны, это, конечно, просто цифра. Ну, то есть, это выдуманная нами с вами цифра в том смысле, что она ничем не отличается от 99-го дня войны или 101-го дня войны. Но это, что называется, психологическая отметка для многих. Это психологическая отметка, по которой люди вот просто там удобная остановка даже замерят. Ну, как, знаете, юбилей на дни рождения, да, вот чем отличается там, не знаю, 50-летие от 49-летия или 51-го летия. По факту ничем, ну, то есть, годом, да, но при этом вот почему-то считается, что это важное событие. И вот к этому сотому дня войны есть ощущение, что разные части, и элиты, и неэлиты, недовольны тем, что происходит. Потому что ястребиная часть недовольна тем, что успехи, ну, мягко говоря, не столь сокрушительные, сколь хотелось бы этим людям. Да, и мы это видим по, в том числе, пророссийским, пропутинским, там, телеграм-каналам, отставным военным и даже военным актуальным, если слушаться в их переговорах, которые публикует СБУ. С другой стороны, те люди, которые вообще не очень-то и хотели этой войны даже внутриэлитной, они уже огребли, ну, там, вот с этими запретами на поездки, да, там же не только жены и любовницы президента и пресс-секретаря любили ездить. Там мы и сами, знаете, российские олигархи не дураки пожить в каком-то Лондоне или еще где-то. И вроде им тоже не очень понятно, ради чего все это происходило. Скажите, это я вот выдумываю удобную картину мира или действительно есть, ну, может возникнуть такое непонимание, а что вообще и зачем происходит и, мягко скажем, недовольство в этих кругах? Ну, недовольство есть давно, тут трудно это отрицать. И мы видим явные свидетельства. Ну, вспомните, куда делся Дворкович, который был все-таки худый-бедный вице-премьер и который курировал то, что называлось «Сколково» технологически, техцентр, техскол и вообще то, на что так долго ориентировались, когда говорили, что Россия станет современным технологическим хабом. Ну, вот начальник этого хаба первым отбыл. Теперь мы видим, как отбыл Анатолий Борисович Увайс. Тоже человек из путинской гвардии, который совершенно рационально полагал, что Путина надо поддерживать, потому что в стране должен быть человек, который решает. Он может решать правильно, неправильно, но должен быть такой человек, и все, кто против него, обязаны минимизировать негативные последствия этих решений. Но их ни в коем случае не ругать, а просто сплоченно, закусив губу, работать. Вот теперь он уже не работает. И это был его выбор. И это о многом говорит. Отбыл, как бы, на отдых или на лечение, как Карлсон, Григорий Алексеевич Явлинский. Улетел, но обещал вернуться. О, вот вспомнил. Ушел, правда, не уехал, но, наверное, уедет господин Юмашев. Это же все люди из путинской команды, которые его приводили за руку в Кремль, из Питера, знакомили, представляли, поддерживали и на него надеялись. Сейчас они, ну, разочарованы. Как назвать это? Сейчас они, ну, те, кто их не любит, скажут, что это бегство крыс тонущего корабля, оставив в скобках слово «стонущий». Ну, те, кто к ним относится с большим пониманием, они скажут, что это люди, которые не хотят больше поддерживать этот курс, который, с их точки зрения, ведет в тупик. Формировки могут быть разные, но эмпирически это факт налицо. Уходят люди, уходят, и этот процесс продолжается. И точно так же из России уезжают люди. Кто-то раньше снялся, поднялся на крыло, кто-то вернулся. Но и новые люди продолжают уезжать, и этот процесс скорее направлен все-таки за, чем вовне. То есть население, квалифицированная его часть, в значительной степени урганизированная, образованная, состоятельная. Потому что бедный человек, даже если бы хотел поехать, не сможет. Убывают люди. Это объективные процессы. Так что говорить о том, что элита довольна, я бы не стал ни в коей мере. Но в то же время, как эфиром в вашем вопросе, тенденция очевидна, тенденция негативная, тенденция неразрушительная. Она еще не критична. Но она идет в плохом направлении. Это рельсы, которые едут под горку. По которым едут под горку. Наш паровоз, который вперед летит. Да, Дмитрий, вот у меня немножко, может быть, даже наивный вопрос, но все-таки. А вот войну с Украиной называли еще спецоперацией, судя по всему. Потому что рассчитывали очень быстро взять Киев, вот как они, значит, хотели. Блицкрик, все дела. И повторить такую историю с Крымом. Мы сейчас, значит, что-то такое сделаем во внешней политике. И у нас вырастут рейтинги. Опять же, немножко наивный вопрос. Есть ли сейчас какой-то крымский эффект, хотя бы в каком-то небольшом, ограниченном, таком, кастрированном виде. Все-таки, вроде как, рейтинги первоначально у Владимира Путина выросли. Наверняка есть, ну, какая-то консолидация элит. Потому что, ну, а что им сейчас делать, если они все под санкциями? Ну, во-первых, я не уверен, что это затевалось ради рейтинга. С рейтингом у Путина, в общем, все в порядке. Он устойчиво, его деятельность одобряла около 60%. Да, после этих шагов рейтинг подскочил. Но, мне кажется, не это был стимул для путинского решения о войне. Мне кажется, он более сложный. То есть, ну, Путин мыслит себя как собирателем земель русских. Он считает, что надо вернуть под крыло Кремля то пространство, которое было зоной влияния Советского Союза. Вот у него есть такие ФСБшные мечты в голове, которые, на мой взгляд, болезненно отклоняются от действительных задач и проблем нашей с вами Родины. Но вот он так думает. Теперь, отвечая на ваш вопрос про спецоперацию. Опять же, ну, нам говорят, что вы же в голову Путину не запрыгивали, когда он задумывал эту спецоперацию. Почему вы говорите про Блицкриг 2-3 дня? Ну, действительно, об этом разговора не было. Но был разговор, и это объективный факт, о денацификации и демилитаризации. Поскольку нацистами у нас по телевизору и, собственно, сам Путин называют киевскую власть, понятно, что денацификация – это и есть уничтожение киевской власти, которое Путину не нравится. Поэтому вот эту команду, которая пришла к власти на основе законных, честных, конкурентных выборов гораздо более высокого качества, чем в России, их называют нацистами и, соответственно, имеют целью их сместить. Я помню даже призыв Путина к украинским военным, чтобы они шли и свергали Зеленского. Помните, у него прям была запись такая, когда он решил в Зеленского поиграть, который к россиянам обращался. Конечно, аналогичный случай с демилитаризацией. Значит, это значит разбить украинскую армию, уничтожить, лишить возможности сопротивляться. Оба этих дем не состоялись. Зеленский стал гораздо более популярным, чем он был до войны. Он показал себя неожиданно мужественным и эффективным оборонником. Его рейтинг подскочил до 90% больше, чем у Путина. И главное, он сопротивляется. Его у нас по телевизору называли комиком, наркоманом, еще как-то. А он держится. Он оказался крепеньким мужиком. Что, конечно, большое разочарование. И точно так же армию, которую хотели демилитаризировать, она усилилась. Она получила новое оружие, она получила новые боевые навыки. И мы видим, как первые три дня, оказавшись прямиком под Киевом, потом в течение нескольких недель российская вооруженная машина была вынуждена отступить. Ну, конечно, это представили как выравнивание линии фронта, глубокие стратегические замыселы и так далее. Но военные редко любят отступать, потому что легче, если ты захватил территорию, легче ее удерживать в виде обороны, чем отступать, а потом захватывать по-новому. При наступлении всегда больше потерь. Так что, конечно, отступили не от хорошей жизни и наступали туда в расчете на хорошую жизнь. А этой хорошей жизни не состоялась. Короче говоря, понятно, что, как всегда при социалистическом планировании, планы, конечно, выполняются, но после предварительной коррекции и не в полной мере. Вот это два таких условия бедоносных выполнения планов пятилеток в Советском Союзе. Здесь то же самое. Я напомню, что еще господин Минникаев был такой генерал, сейчас он куда-то исчез, неудачно сформулировал, что планом второго этапа войны, когда отступили от Харькова и Киева, является коридор с захватом Одессы к Приднестровью вдоль Черного моря. То есть, по идее, отрезание Украины вообще от всего моря и сухопутный коридор в Крым. Сухопутный коридор в Крым пробили, до Приднестровья, по-видимому, уже не дотянутся. Вот нет такого ощущения, что достанут. Хотя идет уже третья фаза коррекции первоначальных планов, когда нам говорят, что да, сухопутный коридор в Крым, очень хорошо. И второй пункт – до административных границ Донецкой и Луганской областей. Луганскую область почти выполнили, там осталось, может быть, 3, может быть, 5% территории под контролем Украины, а с Донецком еще процентов 40%. И учитывая скорость, с которой наступают, и узость фронта, по которому удается продвигаться, не похоже, чтобы Донецкую область завоевали в полном объеме. Ну, нам же не привыкать, мы же привыкли к тому, что планы выполняются после коррекции и в неполной мере. Но ведь выполняются, да, то есть народ докладывает, что планы выполнены, народ довольно аплодирует долго и продолжительно. А на самом деле, возвращаясь к этим 100 дням, я бы заметил, что да, не очень про это любят говорить. Ну, считается, что 100 дней президента, это значит через 100 дней, что-то должно измениться в стране. Вот если за эти 100 дней военная операция что-то изменилась, то, ну, скажем так, в виде интегрального сокращения оккупированных территорий на Украине. Отступили от Харькова, отступили от Киева. Да, сохранили то, что называется Херсон, там, и дорогу в Крым, сухопутно. Это есть. Вопрос, что будет дальше? Ну, кто же его знает? Но нет такого ощущения, что идет победоносное наступление. Ну, тут грех не вспомнить, конечно, что когда Адольф Гитлер начинал свою спецоперацию по де-милитаризации и де-коммунизации Советского Союза, за первые 10 недель своей кампании в начале сентября он уже был под Ленинградом и взял Ленинград в клеще. А через 16 недель он был под Москвой. Вот сейчас у нас 13 неделя, и вот эта спецоперация, при том, что гитлеровские войска прошли больше тысячи километров, и им было некогда утюжить артиллерии города. Они оставались почти целыми за спиной у гитлеровских передовых частей. А здесь мы видим, как в порох, или в порошок, или в пыль стерт Мариуполь, и примерно то же самое происходит в Северодонецком. А наступление этого, в общем, идет, ну, несколько километров в неделю. Да, ждем четвертый и пятый их фаз, там, оборона Белгорода, значит, и все прочее. Да, наверняка фазы еще какие-то в запасе есть. Последнее, что я вас хочу спросить здесь, наверняка, ну, вы видели эти новости, эти сообщения, эти интервью многочисленные, буквально коротко, про российских солдат. Потому что не очень понятно, кто это, что это, за что они воюют, и есть ощущение, что с каждым месяцем войны у них у самих пониманий этого все меньше. Да, потому что мы видим, что есть отказники, да, они уже даже ввели специальные печати, набили печати в военные билеты, значит, склонен к лжи и предательству. И причем эти печати не в одной отдельной части, они стали универсальными, потому что часть там надо вписывать ручкой. А это значит, что явление там некоторого, не то чтобы прям совсем будем преувеличивать масштаб, да, но такой не единичные случаи. И более того, мы видим, что увольняются там сотни людей из Росгвардии, чтобы тоже не ехать туда, в Украину. В общем, скажите, пожалуйста, вот эти вот все рассказы про деморализацию российских солдат, про то, что они не очень понимают, за что и как воюют, насколько вам кажется, что это может соответствовать действительности, или опять же мы просто выдаем желаемое за действительное? Ну, во-первых, я должен сказать, что качество личного состава не самого высокого уровня. Беда заключается в том, что действительно воюют люди из депрессивных территорий. Вот в этом есть катастрофическое расхождение европейской модели и российской модели. Европейская модель исходит из того, что люди хотят жить лучше, поэтому власть должна обеспечивать им более хорошие условия жизни, и тогда они будут за нее голосовать. А у нас все совершенно по-другому. Я сейчас занимаюсь подсчетами и убедился, что те регионы, которые по всем официальным рейтингам качества жизни, будь то доходы, будь то интегральный показатель социально-экономического состояния, на последнем месте в списке Чечня, там, скажем, Тыва, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкарии, Каратео-Черпесии. И эти же регионы в первых во главе списка электоральной поддержки Путина и Единой России. Вот такой парадокс, при том, что мы понимаем, как эти цифры добываются, но вот элементарное такое расхождение. И эти же регионы, Бурятия там недалеко, и Тыва, и Северная Осетия, эти же регионы подставляют в основном живую силу для украинской операции. И эти же ребята не слишком хорошо образованные, не слишком самостоятельные, не слишком приученные принимать решительные шаги какие-то самостоятельные, не слишком богатые, мягко говоря, которые подписываются на вот этот контракт. Они, когда столкнутся с реальностью, они же оказываются и демотивированы. И у них же вот это то, что называется девиантное поведение, типа грабежей, типа изнасилований по отношению к мирному поведению. При том, что из Москвы, из Питера, из других продвинутых территорий, где, кстати, минимальная поддержка по сравнению с другими регионами Путина в электоральном смысле, и где зато максимальные показатели качества жизни, вот оттуда как раз в армию людей не берут, потому что не хотят ссориться с этими регионами. И поэтому, когда что-то плохое происходит с нашими солдатами, надо понимать, что это зачерпнуто с низов социальной лестницы. И в региональном смысле это вот как бы такие периферийные регионы, и в социальном смысле это далеко не самые благополучные ребята, а далеко не самые продвинутые в смысле точки зрения образования и так далее. Зато им понятно, для того, чтобы сделать какую-то более или менее вменяемую карьеру, понятно, что надо идти либо в полицию, либо в Росгвардию, либо в армию, потому что больше негде заработать. И вот эта публика, она, когда встречается с небывалыми сложностями, она переживает тяжелейший гогнитивный диссонанс, и для них очень трудно, кстати, принять решение отказаться, потому что они не приучены самостоятельно принимать эти решения, они приучены ориентироваться на слово начальство. И поэтому вот эта вот армия, в общем, плохая, плохая армия, плохой личный состав, не мотивированный, не образованный, не обученный принимать самостоятельные действия на поле боя и так далее. Поэтому мне, ну, с другой стороны, они же представляют то, что, во всяком случае, перед всей мировой общественностью, то, что называется русский мир. Когда они там выламывают какие-то компьютеры из квартиры или еще что-то там, что плохо лежит или хорошо лежит, и увозят это на танках и потом отправляют к себе в Алтайский край или куда-то еще почтой. Ну, в общем, солдаты никогда не бывали там, скажем, носителями интеллектуального багажа нации, но вот такое массовое явление грабежа – это же, конечно, деградация персонально, личного состава. Поэтому и на поле боя от них ждать такой вот умной войны, квалифицированной войны довольно трудно. Ну, солдаты именно в российской армии, потому что она специально выстраивается, чтобы они подчинялись и не могли размышлять сами. Так-то в разных странах иногда офицерский корпус – это была в том числе интеллектуальная элита для того, чтобы они могли принимать решения на поле боя. Но, действительно, к сожалению, в такой большой потоковой армии сделать это довольно сложно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.